Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня у меня в гостях регент концертного хора Вознесенской Давидовой пустыни «Держава» Илья Мельников. Илья, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Мужской православный хор «Держава» под руководством выпускника регентских курсов Примосковской Духовной Академии Ильи Николаевича Мельникова был основан в феврале 2012 года. С 2015 года коллектив регулярно участвует в богослужениях в Вознесенской Давидовой пустыне, принимает участие в праздничных богослужениях, освящениях храмов Московской епархии и активно ведет концертную деятельность. Хор «Держава» регулярно участвует в фестивалях, конкурсах, городских праздниках, спортивных мероприятиях, а также устраивает полноформатные концерты в различных культурных учреждениях нашей страны и за рубежом. За активную творческую деятельность и вклад в общественную культурную жизнь коллектив неоднократно награждался грамотами и благодарностями. Сегодня регент хора «Держава» Илья Мельников – гость программы «Канон». Илья, вы слушаете в Вознесенской Давидовой пустыне, в одном из старейших монастырей нашей Родины. Скажите, вы помните, когда вы впервые попали в эту обитель? Ой, лет, наверное, под 20. Какие ваши первые впечатления? Тогда монастырь был в другом совсем состоянии, нежно сейчас. Ну, он уже был восстановлен в основном, потому что уже там велись и работы. И хор там уже был, квартет как раз мой друг там управлял, который тоже учился вместе со мной в Ригинской школе на курс старше меня. Ну, в общем, как-то по его приглашению я туда приехал, и мы там тоже вместе пели. Ведь у монастыря достаточно богатая история. Многие телезрители с ней знакомы, но все-таки для тех, кто мало знаком с обителю, расскажите, пожалуйста, об истории монастыря. Основана она была в 1515 году. У нас уже вот исполнилось уже 505 лет монастырю. Достаточно взрослый такой монастырь. Основан он был преподобным Давидом, серпуховским чудотворцем, по благословению Пафнутия Боровского. И, в общем, вначале они пришли в Пятером, то есть преподобный Давид, с ним два монаха и два послушника. И вот они начали строить храм Вознесению, Успению и Святителю Николаю. И с тех пор там монашеская жизнь стала как-то возрождаться, жить. Я знаю, что там много святынь у вас. Да, больше 200 мощей у нас там. То есть есть там и мощь святителя Николая, тапочек Спиридона Тремефонского, мощь преподобного Давида. То есть такое богатственное место, можно прям сразу приехать? Да, приехать. И вот даже вот у нас частица мощей Александра Невского, вот в прошлом году у нас был как раз посвящен крестный ход. И наши мощи, то есть они были в нескольких городах, и даже в Белоруссию возили их. Ну, в общем, так. И надо сказать, что у вас отличный хор еще на территории монастыря есть. Я предлагаю прямо сейчас послушать ваш коллектив, после чего мы продолжим говорить о вашем хоре. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях регент хора «Держава» Илья Мельников. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях и в гостях, 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 и в гостях. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях, и в гостях, и в гостях. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях, и 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 в гостях. Илья, давайте поговорим о вашем коллективе, о хоре «Держава». В этом году, в феврале, ваш коллектив отмечает свой первый юбилей, 10 лет. Расскажите, как пришла идея создания хора? Вообще, наверное, нужно начинать прямо с моего рождения, скорее всего. Потому что у меня мама пела на клиросе, когда я был еще, можно сказать, в утробе. И у меня уже вот, мне исполнится 43 года, но я уже, по сути, наверное, 44 года буду на клиросе находиться, да, не пропуская, наверное, ни одной воскресной службы. Ну, это уникальное явление. Ну, во-первых, что 44 года назад были проблемы достаточно большие приходить в храм. Проблемы были, да, и у моих родителей были проблемы. Почему? Потому что у меня отец уже был диаконом. И была такая ситуация, что у нас своих 10 детей у родителей, и еще взяли 6 приемных, так как родители у них. И были, в общем, такая ситуация, что даже в тюрьму хотели посадить отца за то, что он пропаганда, значит, в православии и все такое. Но Бог миловал. В общем, так все теперь до сих пор мы общаемся со всеми. С кромными. И с кромными, да, и с приемными тоже. А кто-то еще с музыкой связан? У нас в семье все поют. У нас была такая традиция в семье, что мы вот если выезжали куда-либо, допустим, у меня отец очень сильно любил рыбалку, то есть он был прям такой заядлый рыбак. Мы садились в машину, всегда у нас начиналось пение «Царю небесный», то есть все дети, кто помещался в автомобиль, так скажем. Мы знали все тропари, то есть которых святили Николаю, потом всем 20-м праздником, кандаки, утром и вечером у нас были молитвы, то есть в которых мы тоже пели. И поэтому у нас в семье, так сказать, вот без слухих, как говорят, да, в музыкальном мире их нет. То есть у нас практически все девочки закончили какое-то музыкальное образование, у них есть. Старший брат у меня тоже закончил музучилище, сейчас семинарию в Санкт-Петербурге. Он сам пианист. С детства он меня все время штудировал, чтобы я что-то пел там обу-марии, ну дома также. И младший брат у меня скрипач, а еще старший отец Данил, он сейчас настоятель храма в Санкт-Петербурге. Какая богатая история в вашей семье. Да, остальные все мои сестренки, они все матушки. Вот, то есть по сути мы все в лоне церкви, так сказать. А у вас стоял выбор между выбором профессии священнослужителем или все-таки пойти как музыкант в храме? Стоял, да. Когда я поступал в академию, в Троицу Сергею Лавру, меня владыка спрашивал, ты хочешь быть священником? Потому что я был на тот момент и подиаконом, и в то же время в концертном хоре в Мурманске тоже участвовал там, солировал и просто в хоре пел. Я все-таки, ну, извел желание поступать на Регинский факультет, потому что, ну, у меня вся жизнь просто связана с клиросом. Илья, давайте вернемся к вашему коллективу «Держава». Расскажите, как он возник, как пришла идея? Идея пришла после того, как я, пропев три года в Сретенском монастыре, ездил с ними в гастроли, ну, все, как обычно, в Сретенском монастыре происходят службы. У меня возникло такое желание, чтобы сделать свой коллектив. Во-первых, мне нравился по звуку всегда смешанный хор. Мужской и женский. Да, да, да. И мужской, и женский. Мы даже первый концерт у нас был такой, что мы его делали смешанным хором. Потом девчонки уходили, и мы мужским коллективом тоже исполняли произведения. Почему смешанный хор? Потому что мне все-таки кажется, у него палитра более богатая. У нас мужской хор, он подходит больше такой к монастырскому звучанию. Более строгий. Да, более строгий. А если вот брать концертное звучание, да, то все композиторы, по идее, да, наши великие, они писали как бы для смешанного хора. Понятно, что это мальчики исполняли, но сейчас как бы нет возможности набрать столько талантливых детей и их как бы... Обучить. Обучить, да, чтобы они филигранно это исполняли, как раньше этим занимались. Раньше же были школы, то есть с малых лет там дети уже готовились к пению на клейросе и в хорах больших. Потом, после того, как мы провели первый концерт, у нас была первая даже запись, мы вот с чего у нас началась вообще жизнь нашего хора, мы решили сделать такие две промо-записи, то есть мужского коллектива и смешанного коллектива. А Херувимскую записали, и Милость мира мужским. А Херувимскую у нас мы записывали смешанным хором. Далее у нас, значит, жизнь начала складываться уже мужским коллективом, потому что, ну, у нас сейчас в русской православной церкви принято, что мужской коллектив, он более подходит к богослужению. То есть вот даже у прихожан все время они подходят, как вы хорошо поете. Хотя, если с музыкальной точки зрения, да, опять же, брать по классической музыке, то все-таки смешанный. Просто у нас сейчас получается так, что в смешанный хор приходит там 20 девчонок и 5 парней. То есть по балансу должно быть все наоборот, да. То есть понятно, что не все парни хотят как бы заниматься пением у всех, как другие. И хотя говорят, что труд певца равен труду кузнеца. Да, я не слышал такого. Да, это потому что физически, ну, вы как вокалисты должны понимать, что физически это затрата. И там трехчасовую службу отпеть хорошо, красиво и качественно, это нужно очень много усилий. Все слышат просто красоту, не все же понимают, что там работает организм. Конечно, да, всем кажется, что рот открыл и все сразу заработало, само собой, да. Там столько мышц подключено, что у меня был знакомый парень, с которым мы пели у отца Матфея в хоре в Лавре. Так он после каждой всеночной взвешивался и говорит, я теряю 2,5 килограмма за всеночной. Ну, то есть вот это физическая нагрузка, да. Она не видна так вот внешне, все красивый голос, все льется. А чтобы это сделать, это, ну, певцы, они понимают, о чем идет речь, насколько это трудно и сложно сделать. А сколько сегодня певчих в вашем коллективе? У нас в зависимости от мероприятия. То есть у нас, ну, минимально это 4 человека, у нас квартет, который постоянно участвует в богослужениях в Давидовой пустыне. Но на праздники мы все время делаем усиление и доходит до 20 человек, примерно, в мужской состав. А скажите, влияет ли духовная жизнь певчего на его исполнение? Безусловно. Это, наверное, самый главный показатель. Можно понять по человеку, как отец Матфей тут же говорил, голос – это зеркало души. То есть насколько человек вот красиво поет или что-то такое, он не может это исполнить. И, допустим, даже простой «Господи помилуй», если человек приходит светский, это сразу можно услышать. То есть само произношение слова «Господи». То есть оно какое-то такое, можно сказать, даже небрежное. То есть я к этому все время придираюсь, на меня обижаются мои певцы, но это надо делать. Какая тонкая работа на самом деле получается. Да. На самом деле каждое слово, оно должно быть осмыслено. Но в церковной музыке вообще все от слова идет? Конечно. В первую очередь. Не только. То есть и русская народная музыка, она вся от слова. То есть если взять русский народный коллектив, допустим, кубанский хор, если послушать солист, просто поражаешься, насколько там все проделано тонко. То есть закончилось одно слово, второе уже другая интонация совсем. И вот у отца Матфея тоже проходили репетиции перед поездкой во Францию. У них по восемь часов в день репетиции шли. Четыре часа до обеда, четыре после. И после того, как они приезжали уже, у них непрофессиональный коллектив. Казалось бы, да, и профессионалы даже были в шоке, потому что так никто не работает. То есть сделали аккордик красивый, там что-то такое, пианофорты, и все. И на этом все закончилось, вся идея. Но на самом деле нужно продумывать каждую фразу. Это же сколько килограмм еще теряли? Вот такие восьмичасовые репетиции. Наверное, не только килограммы, но и нервы тоже. А скажите, почему вот именно звучание хора отца Матфея является до сих пор эталонным для многих регентов? Я сам там тоже пропел где-то около четырех лет. Был даже какое-то время у него помощником, заместителем на службах, потому что не всегда у него позволяло здоровье быть полностью на службе. Приходилось мне тоже проводить некоторые службы. Сама вот работа с хором – это, наверное, самый важный элемент, который присутствует вообще в любом коллективе. То есть если вот, допустим, брать оркестр какие-то именитые, да, Герберта Фон Караяна, да, у него, то есть перед выступлением проходило 11 репетиций. Казалось бы, зачем профессионалам столько репетировать? Но тем не менее он это делал. Есть записи. То есть я все время пытаюсь обучаться у таких, ну, у великих дирижеров тому, как нужно вообще работать со звуком. И у нас такая задача вообще вот в храме тоже прихожане все время говорят, что настолько у вас поразительно слышно каждое слово, что вот любую стихию вы поете, все понятно. То есть не бывает такого. Если я вижу, что люди, мои певцы, они начинают немножко ускоряться, да, там где-то что-то не проговаривать, забалтывать, я, наоборот, осаживаю темп, чтобы это было все-таки у нас послушание такое, мы должны способствовать молитве, а не мешать ей. То есть бывает, в храм зайдешь, к сожалению, и не можешь сосредоточиться, потому что какие-то вопли, да. То есть фортиссимо я не приветствую вообще в храме. То есть максимум это форта, чтобы ни в коем случае это не превращалось в крик. Но фортиссимо это уже все-таки больше к концертному звучанию. Это уже да-да-да, ни в коем случае оно не должно. Это форт, наполненное, хорошее, это всегда приветствуется, а торжественность все-таки должна присутствовать. Как раз существуют две точки зрения. Некоторые считают, что молитвенное пение в храме должно быть тихим, спокойным, не отвлекающим от молитвы именно. Другие считают наоборот, что пение должно быть эмоциональным таким. Вот концерты, они, да, они вот больше на эмоциональный акцент, да. У нас вот был концерт один, после которого люди двух с половиной часов, они сказали, неужели концерт закончился. То есть у них, мы подобрали такую программу, чтобы она была настолько разнообразная, и люди выходили и говорят, мы иногда плакали, иногда смеялись, иногда хотелось плясать. Ну то есть вся палитра вот эта должна присутствовать, она должна присутствовать, конечно же, на концерте. И в храме это, ну это немножко не то место, да. Как вот Осипов все время говорил, что, как запоет хор, что там престол трясется наверху, на небесах. То есть это все немножечко, это другое место, да. Вот почему храмы строились с акустикой, чтобы не было вот этого, так сказать, напряга вот этого, да, кричащего. И главное, да, главное слово. То есть вот мы не должны никогда об этом забывать. То есть это, наверное, наша миссия вот такая, чтобы нам доносить текст, который был сочинен на праздники. Потому что если мы не доносим этот текст, тропаря, кондака, стихир, человек по сути не понимает вообще, о чем вообще идет речь. Просто красивые аккорды, и все на этом. Это неправильно немножко. Очень важная мысль. Скажите, а как родилось название держава? Держава. Да, мы долгое время с женой думали, как назвать коллектив, потому что все-таки вот название, оно как лицо хора. Как корабль назовешь. Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот у нас были тоже внутри коллектива как бы такие трения, говорят, почему держава, в общем, ты хочешь назвать это как-то, во-первых, за границей, это не будет приветствоваться, хотя ничего подобного, мы в Берлине выступали, мы выступали везде с этим названием, и как бы и в Монако, допустим, да, перед принцессой, и всей свитой. И ни у кого не возникало этих вопросов, почему держава. То есть у нас почему-то в России к этому как-то так даже строже, чем у них относятся. А держава возникла, это вообще не то, что какой-то такой держава Руси, там, я служил в храме в Кратово, где-то тоже около трех лет был регентом, там иконы державной Божьей Матери. И мне вот просто один раз вечером так вот с женой тоже общались, я говорю, почему, давай державу назовем. То есть у нас вот есть покровительница такая, где я там три года, я думаю, нам все, ну, Богородица будет помогать. Мы же знаем эту историю, когда монетки раздают, Богородица, значит, дает кому медные, кому серебряные в храме, а на клиросе дает золотые. Это самое высшее. Вот важно, чтобы все, кто на клиросе находится, и дирижеры, и регента, и сами певчи, они, чтобы понимали, какая миссия вообще на хоре лежит. Это, по сути, наверное, это самое главное, которое держит всю службу. Это место, то есть батюшка может чуть-чуть в тон не попасть, еще как-то. А на клиросе это непозволительно. То есть просто нельзя этого делать. И вот такой замечательный коллектив под покровом представитель Богородицы трудится уже 10 лет. Я предлагаю наш делок продолжить в следующем выпуске программы, а прямо сейчас давайте мы еще что-нибудь послушаем. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях регент хора «Держава» Илья Мельников. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok